Крым Приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексей Греборонским. Давайте вместе откроем эту землю. Сегодняшняя передача – это уже наша с вами 12-я прогулка по Бовщесарайскому ханскому дворцу. И эта прогулка будет особенной. Вы увидите помещение, в которое в наши дни не заходит ни один посетитель и ни один турист. И это вовсе не потому, что они не представляют собой никакого интереса. Наоборот, это одни из самых красивых залов ханскарая. Но не будем забегать вперед и рассмотрим все по порядку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как уже говорилось в предыдущих передачах, этот дворик возле величественного портала Демир Капы называется посольским. Принято считать, что именно здесь, среди беседок и фонтанов, ожидали встречи с крымским правителем иностранные послы. В назначенный час к ним выходили дворцовые служители и приглашали внутрь. Служители вели гостей через парадный вход наверх, в залы ханских аудиенций. Сразу оговорюсь, что четких документальных описаний прохода послов во дворец не сохранилось. Отчеты иностранных дипломатов, побывавших при Крымском дворе, подробно описывают ход переговоров, иногда даже характер ханов, но молчат о том, где эти переговоры проходили, как выглядели приемные залы и так далее. Вероятно, эти детали считались не очень существенными. Но несмотря на это, в Ахчисарая издавна существовали устные предания о том, как здесь, во дворце, было принято встречать гостей. Эти предания вполне могут отражать некую историческую реальность, не зафиксированную документами, и потому, воспользовавшись ими, мы попытаемся представить себе, каким могли увидеть ханский дворец, прибывавшие сюда иностранные гости. Итак, пройдя через портал Демир Копы, гости первым делом попадали в фонтанный дворик. Он уже хорошо знаком нам по прежним передачам, но, окажись мы здесь в ханское время, лет 250 назад, мы бы с трудом узнали его. Например, вместо знаменитого фонтана слез мы увидели бы в этом углу крутую деревянную лестницу. Она вела верхние покои дворца, в те самые залы ханских аудиенций. И вполне возможно, что именно по ней служители и заводили наверх иноземных дипломатов. Но когда впоследствии, уже после завоевания Крыма, князь Потемкин готовил дворец к приезду Екатерины II, он разобрал эти старые ступени, перенес на их место в углу мраморный фонтан из дворцовых садов и построил новую лестницу, более широкую и пологую, для того, чтобы пожилой императрице и ее придворным дамам в пышных платьях было удобнее подниматься наверх. Так или иначе, эти ступени тоже приведут нас к цели. Отсюда начинается аварийная зона, куда посетителям пока что проход запрещен. Сарай – это сооружение очень хрупкое, требующее внимательного надзора и бережного отношения. За свой немалый век он сильно обветшал и состарился. В тех залах, куда мы сейчас направляемся, еще 30 лет назад ходили многолюдные группы туристов, но сейчас заводить туда людей уже небезопасно, ведь запас прочности старого здания уже исчерпывается. Для того, чтобы верхние залы вновь смогли принимать гостей, требуются очень тщательные и очень дорогие реставрационные работы. Подготовка к ним ведется в Бовчисарайском заповеднике давно и уже близка к завершению. Скоро здесь начнется реставрация, которая позволит вновь открыть эти залы для посетителей. Эту просторную комнату с резным камином и цветными витражами принято называть кофейной. Здесь, согласно преданию, послов рассаживали на диванах и угощали чашкой кофе перед встречей с ханом. Предложить гостю с дороги чашку горячего кофе, а вдобавок еще и трубку ароматного табака, было первейшей традицией крымско-татарского гостеприимства. Этот обычай соблюдался и в ханском дворце, о чем есть упоминание в дипломатических отчетах. Еще одно название этого помещения – цареградская, то есть стамбульская комната. Было бы трудно понять, почему она так называется, если не знать, что нынешние росписи на стенах – это позднее наслоение, а изначально помещение было расписано видами Стамбула. Воды Босфора, корабли, сады, здания, шатры на берегах. Сейчас эти фрески уничтожены, но подобные им все еще сохранились в другом помещении хан-сарая – летней беседке. Мода на такие росписи пришла в бахчисарай Истамбула, где ими был украшен султанский дворец. Примечательно, что в самой Турции этот стиль развился не без влияния французских пасторальных пейзажей стиля рококо. Таким образом, в бахчисарая достигали не только иностранное посольство, но и культурное веяние из других стран. По окончанию кофейной церемонии гостей припровождали хану. Как считается, ханский трон в виде широкой софы располагался внутри этой ложи. На нем и восседал правитель Крыма, встречая иностранных дипломатов. Дипломатические традиции сильно менялись со временем. Например, если в 16 и начале 17 века, стремясь внушить послам трепет перед ханом, служители порой заставляли их падать перед троном Ниц и беседовать с правителем коленопреклоненно, то в 18 столетии приличным считался уже простой поклон, после чего гостей усаживали в кресло напротив ханского трона и позволяли им говорить сидя. Эти беседы, как уверяли старые скорсоводы, проходили на фоне музыки. Причем для ханских музыкантов была устроена специальная ложа, внутри которой они и играли. Исторические документы ничего не сообщают о предназначении этого помещения, но с другой стороны, достоверно известно, что музыкантов при Крымском дворе было немало и что многие ханы любили музыку и разбирались в ней. Помимо музыкантов, при Ханском дворе были и актеры. Они играли традиционные турецкие комедии, а хан Крым Герай даже намеревался поставить на дворцовых подмостках пьесы Мольера. В прежних передачах я уже не раз упоминал имя Крыма Герая, хана, который обновил и богато украсил ханский дворец. Здесь, в верхних залах, появляется еще один повод вспомнить о нем. Причем не только в связи с музыкой и театром, но также и с тем, что один из этих залов, причем красивейший из них, назван в его честь кабинет Крыма Герая. Этот кабинет – настоящая жемчужина хансарая. В отличие от других помещений, в нем сравнительно хорошо сохранилось первоначальное убранство. Оно дает представление о том, насколько богат и прекрасен был когда-то хансарай. Самой необычной деталью в убранстве этого помещения являются гипсовые изображения различных фруктов на стенах. Тут присутствуют персики, гранаты, инжир, айва, дыня и все прочее изобилие крымских садов, вплоть до редкостного экзотического лимона. Неудивительно, что эта комната издавна носит и другое название – фруктовый кабинет. В этом названии тоже отразилась стамбульская мода, ведь своя фруктовая комната есть и в султанском дворце. Она от пола до потолка покрыта богатейшими росписями фруктов и цветов. Не менее изящные цветы можно найти и здесь, на стенах кабинета Крыма-Герая. Это ветви розового шиповника, мастерски выписанные кистью ханских придворных художников и грубо замалеванные при последующих переделках. Вход в это помещение находится по правую сторону от расписного камина с мраморной доской. Рядом с камином – стенные шкафы, где хранились курительные трубки. Если присмотреться к камину, на нем тоже можно увидеть гипсовые фрукты, даже более реалистичные, чем на стенах. А на застекленных полках над шкафами располагалось совсем уж удивительное и необычное украшение. По описанию очевидцев, на этих полках придворными мастерами был создан миниатюрный сад с искусственными деревьями, цветами, птичками, корабликами. Как и многое другое в хансарае, этот игрушечный сад давно уничтожен. Однако, почему же это помещение называется кабинетом Кырыма Гирая? Дело в том, что эта комната со всех четырех сторон опоясана по стенам поэтической надписью, прославляющей этого хана. В ней придворный поэт воспел не только величие и могущество Кырыма Гирая, но также и необыкновенную красоту обновленного им дворца. Давайте прочтем отрывок из этого произведения. Смотри, этот увеселительный дворец, созданный высоким умом хана, оправдывает мою хвалебную песнь. Это здание, его радушием, подобно солнечному сиянию, озарило Бахчисарай. Смотря на живописную картину дворца, ты подумаешь, что это обитель Гурий, что красавицы сообщили ему прелесть и блеск, что это нитка морского жемчуга, неслыханный алмаз. Смотри, вот предмет, достойный золотого пера. Вот как смотрели на дворец современники. Также на него смотрел без сомнения и сам ханкер Мгерай, который вложил немало средств и усилий для того, чтобы преобразить и украсить родовую резиденцию. Насколько бы не постарел Хансарай, мы до сих пор можем уловить отблески этой былой красоты среди его покосившихся балок, поздних размалевок и оспающейся позолоты. История не сохранила сведений, каким именно образом проводил время в этих стенах Крым-Герай. Принимал ли он здесь послов? Аплодировал ли своим музыкантам? Устраивал ли пиры для крымских дворян? Вполне возможно и то, и другое, и третье, хотя подлинных описаний событий в этих стенах до наших дней не дошло. Эти залы, как и многие другие уголки Хансарая, пока что предлагают нам гораздо больше загадок, чем готовых ответов. Словом, здесь еще очень много работы. И для реставраторов, и для историков. Я хочу надеяться, что исследователи еще откроют в исторических источниках разгадки Тайн Хансарая. Что телережиссеры еще когда-нибудь снимут в этих помещениях уже отреставрированных новые интересные фильмы. И что посетители будут проходить этими залами очарованные знакомством с богатой и абсолютно новой для них культурой. Бахчисарайский Ханский дворец это огромная культурная ценность и для полуострова, и для всего континента. Это воистину, как и гласит старинная надпись, неслыханный алмаз. К счастью, он дожил до наших времен, когда это снова стали понимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова